Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О самых важных и интересных событиях этого дня вам расскажут мои коллеги и я, Валерия Шарова. Перейдем к главным темам этого выпуска. Алексей Пахомов заявил, что детей из Домбаровского района забрали не только из-за аварийности дома. Жители Солилецка создали петицию против главы городского округа. Высаженные в апреле липы чахнут на глазах, заявляет общественность. В Оренбурге открылась галерея знаменитых людей, имена которых связаны с городом. Более подробно об этих и других новостях расскажем далее. Поддержать психологически, сделать ремонт или даже приобрести новое жилье, пока общественность публично обсуждает варианты помощи семей из Домбаровского района, представители власти заняли активную позицию критики и обвинения родителей. В среду в СМИ впервые прозвучала позиция главы Домбаровского района по поводу скандального изъятия детей, попавшего на видео. Во время совещания с губернатором Валерий Швинд заявил, что дети являлись источником дохода для семьи, что позволяло не работать ни матери, ни ее сожителю. Отмечу, что именно Швинд подписал постановление об изъятии. Кроме того, теперь семью подозревают и в избиении детей. О следах ударов на старшем ребенке министр образования Алексей Пахомов сообщил порталу Russia Today. Напомню, родители уверяют, что основная причина кроется в конфликте с медиками и местной администрацией. Тем временем, видео продолжает набирать просмотры в социальных сетях и средствах массовой информации. Своё суждение в адрес органов опеки высказывают медийные личности. О желании помочь публично сообщил рэпер Дава с 12-миллионной аудиторией в Инстаграме. Кто знает, как связаться с этой семьей, напишите на почту, кто владеет какой-то информацией. Я куплю для них дом, если только в этом проблема. Отмечу, что ранее о намерениях обеспечить семьям достойным жильем высказывался и местный активист Денис Терсков. Однако теперь это может и не помочь делу. Ведь если изначально в качестве основной причины изъятия детей называлось аварийное состояние дома, то на областной коллегии по делам несовершеннолетних сменили вектор. Речь шла в первую очередь и постоянно о санитарном состоянии детей, о гигиеническом санитарном состоянии детей, о состоянии кожного покрова детей и об уходе именно детей. Состояние дома не может являться поводом только жизни, здоровья детей. Отец и мать поехали искать справедливость в Москву в ток-шоу на Первый канал. А это значит, что ближайшие две недели они должны будут находиться на карантине и не увидят своих детей. Наталья Богданова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Жители Солилецка создали петицию против главы городского округа Алексея Кузьмина. За неделю призыв к свержению чиновника набрал 770 подписей. Автор петиции Евгений Лукаянов считает, что некомитентная работа местных властей привела к закрытию города на карантин и его дальнейшему продлению почти на месяц. Петиция о его оставке недавно появилась на платформе change.org. Плохая организация мер по предотвращению коронавируса сказалась на фермерах, предпринимателях и простых гражданах. Бахчи под запретом, а это для многих единственный источник доходов. Муниципальные власти должны взять под контроль работу управляющих компаний по уборке и дезинфекции подъездов, но она так и не проводится, говорится в петиции. Кроме того, ближайшие села не могут попасть в аптеки. Завершается электронный документ откровенным обвинением главы во лжи. В Оренбурге завершилось предварительное голосование по отбору кандидатов Единой России. Однако результаты праймарис не смогли огласить сразу после завершения голосования. Какие претенденты набрали большее количество голосов и стали лидерами рейтинга, смотрите далее. С 25 по 31 мая Единая Россия проводила предварительное голосование по отбору кандидатов на предстоящие выборы в органы местного самоуправления. В областной столице участвовали 162 человека, 19 из них действующие депутаты Оренбургского городского совета. Предварительное голосование завершилось еще 31 мая, однако результаты были оглашены лишь 2 июня. В партии не объясняют, с чем связана задержка. Отмечу, что оренбургские не активно голосовали за кандидатов, в отличие от соседних регионов. Например, в Рязани участие в голосовании приняли более 50 тысяч человек. В Оренбурге лишь 4 процента. Это около 16 тысяч. 16 тысяч это достаточно. Из 20 кругов преимущество получили 11 человек, которые до этого не являлись и не являются депутатами городского совета. Количество голосов за некоторых действующих депутатов горсовета превышает 700 человек. В их числе Ольга Березнева, Артем Софиулин, Алексей Кузьмин. Около 500 голосов набрал Алексей Чистяков, который в прошлом году попал в спецприемник за пьяную езду. Среди новичков отличились Елена Попуц, исполняющая обязанности директора лицея номер 5, и Роман Кунеловский, сын депутата законодательного собрания Оренбургской области Александра Кунеловского. Большинство голосов набрали уже известные депутаты. А вот знают ли оренбуржцы кандидатов в своих округах мы узнали у прохожих. Участников праймерис – это молодежь до 35 лет. Среди них и Екатерина, которая избиралась на 9 округе. Я думаю, что мне не хватило административного ресурса. Большая часть моей аудитории не смогла проголосовать, потому что им это было действительно тяжело. Сейчас вот 58-я школа, написано письмо президенту, и пришел ответ, что выделят средства из бюджета для ее ремонта. Также мы сейчас добиваемся строительство двух спортивных площадок. Явка молодежи на выборы может быть и есть тот момент, который не очень быстро, но заметно может повлиять на качество городского совета и принимаемых им решений. Ранее председатель Оренбургского городского совета Ольга Березнева заявила, что фракция «Единая Россия» обновится наполовину. 15 действующих депутатов горсовета распрощаются с мандатом уже в этом году. Из нынешнего состава по криминальным причинам выбыло, как известно, несколько человек. И рассчитывать, что электронные ракоголосования изменят состав и качество работы городского совета Оренбургского нет никакой надежды. Качество будет улучшать только выраженный запрос сообщества, избирателей. Лидеры праймериса определились при голосовании, но окончательное решение по выдвижению депутатов примут на партийной конференции. Ожидается, что она пройдет 15 июня. Напомню, выборы в органы местного самоуправления состоятся 13 сентября. Прокуратура Оренбурга подала иск на мэрию. На этот раз судебные разбирательства коснутся бездействия со стороны администрации в дорожном вопросе, а именно в установке системы управления движением. Какие последствия ждут мэрии, разбиралась Екатерина Танкопей. Прокуратура Оренбурга считает, что федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» администрации города реализуют ненадлежащим способом. Такой вывод был сделан после весенней проверки состояния пешеходных зон, наземных переходов, а также светофоров. В настоящий момент в отношении мэрии расследуется дело по статье 37 Уголовно-процессуального кодекса «Халатность». «Были выявлены нарушения по неправильной установке организации систем безопасности дорожного движения, дорожных ограждений, пешеходных ограждений, которые были установлены не по ГОСТу. Кроме того, данные поставленные ограждения имели дефекты. При этом же те места, где они должны были быть установлены, были проигнорированы мэрией». Прокуратура отметила, что свои обязанности в дорожном вопросе администрация города исполняет с многочисленными нарушениями. В том числе не утверждает вовремя схемы системы управления движением транспорта. До 1 июля мэрия, согласно предписанию, должна исправить все недостатки, то есть внедрить такую систему в инфраструктуру. Молодежь покидает Оренбург не только в поиске престижной работы или учебы в университете. Все больше ребят уезжает из-за отсутствия социально-досугого развития в Оренбурге. Чего же не хватает для благоустройства города в этой сфере и какие первые шаги предпринимаются? Слово передаю Ванессе Петерс. Массовый отток населения в Оренбургской области с каждым годом возрастает. Большую часть среди покидавших Оренбург составляют юноши и девушки. Ребята жалуются, что мест для прогулок не так много, нигде развлечься, отдохнуть с друзьями или же творчески самовыразиться. Так чего же на самом деле не хватает в культурном благоустройстве Оренбурга? И слышит ли городская администрация, чего хочет молодое поколение? Проблемы есть и социологические исследования показывают, что в большей степени молодежь именно на социальную сферу ориентируется в плане своего досуга. Дочь у меня когда-то в свое время уехала в Москву. На молодежном сленге прозвучало такое слово – тухляк. Редакция телеканала ЮТВ провела собственный опрос среди оренбургцев. Мы спросили, довольны ли жители культурно-развлекательной инфраструктуры города. Большинство считают сферу недостаточно разнообразной. 38% совсем не находят в городе мест для отдыха по вкусу. И только 2,5% довольны ситуацией. Кроме того, более 70% респондентов уверены, что нынешнее состояние культурно-развлекательной инфраструктуры влияет на ток населения в другие регионы. В числе предложений по улучшению ситуации горожане назвали появление новых парков, велосипедных дорожек или проекта наподобие лофт-этажей в Санкт-Петербурге. У нас очень много талантливой молодежи, которые оказываются таким образом невостребованной и за бортом. И вынуждены себя искать в различного рода лабораториях, арт-студиях и рабочих каких-то команд, где свою принадлежность вне нашего города. Оренбурженка Наталья Сурскова как раз предложила такой проект. Она хочет реализовать свободное пространство на базе какого-либо здания или площадки, которая стала бы центром притяжения для самовыражения современной молодежи, развития и его просвещения. Этот проект со своей командой она защищала еще в прошлом году в рамках молодежного фестиваля «Нам здесь жить». Яркие примеры – это, конечно же, этажи, город Питер, арт-плей, город Москва, это завод Шпагина, город Пермь. И я посчитаю, что в Оренбурге не хватает такого. К любому в городе Оренбурге есть такая творческая молодежь, которым просто не хватает площадки для реализации своих возможностей. Идея Наташи понравилась всем, особенно самой молодежи. Однако ее реализация вызывает некоторые сложности. Но, конечно, в основном, как я уже сказала, это инвестиции. Мы тогда и не выиграли тот проект, потому что наш проект подразумевает большие инвестиции и большое взаимодействие с администрацией. Даниил Дупанов тоже неравнодушен к своему городу. В этом году он планирует реализовать образовательный форум «Соседи», принять участие в котором призывает молодежь, желающие поменять город в лучшую сторону. На базе форума Даниил и его команда помогут активистам реализовать проекты. В этом году мы хотим сделать акцент не на социальное проектирование, а на акселерацию социальных проектов. То есть очень много ребят пишут социальные проекты в регионах, в муниципалитетах. Проблемы каких-то зон, современных интерактивных зон, зон отдыха, зон досуга, зон образования в территориях. По словам социолога Ирины Бояршиновой, надежды на развитие социально-досуговой и культурной инфраструктуры есть. Начать необходимо с обустройства дворов и спортивных площадок. Это должны быть места, где собираются единомышленники, любители бега, велосипедных прогулок, любители общения. Культура определяется не только наличием ресторанов и кафе. Это площадки какие-то, да, такие, куда можно было бы молодежи вечером прийти. Сейчас стали востребованы кинотеатры. Социально-досуговая инфраструктура для молодежи реформируется постепенно и уже приносит свои результаты. В числе новых и уже получивших признание скейт-парк на обновленной набережной Урала. Однако этого недостаточно. И все же главный вопрос. Слышит ли городская администрация, чего хочет молодое поколение? А мы видим город таким, что чувствуем сами. То есть если сами мы хотим видеть что-то хорошее, что-то позитивное, то есть мы это видим. Мы те, кто можем делать. Мы те, кто готовы делать. Наш город точно не депрессивный, что наша область не депрессивная. И то место, где хочет оставаться. Уже несколько лет подряд Оренбург оказывается среди регионов с наибольшим оттоком населения. Каждый год рост миграции составляет 4-5%. Сегодня правительство это признает и даже предпринимает действия, чтобы люди оставались здесь. Как правило, они касаются экономической сферы, развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест. А проектам для светлых молодых умов внимания уделяется значительно меньше. Хотя именно молодежь является потенциалом процветания и развития региона в будущем. Ванесса Петерс, Никита Плотников, Максим Марар, Федор Бородатский, Городской телеканал ЮТВ. Высаженные в апреле липы чахнут на глазах, заявляет общественность. Они опасаются, что 216 деревьев, посаженных в Южном округе, могут повторить судьбу саженцев, высаженных на северном проезде, которые совсем завяли. Обновлять древесный состав города начали еще в апреле. На покупку лип и их уход администрация Южного округа выделила 9 миллионов рублей. Однако их состояние обеспокоила общественность. Нам обещали полив, вот этих лип высаженных, но земля сухая-сухая совершенно, и они вот уже, я вижу, начали потихонечку увядать. Я вчера, когда выставил пост у себя на странице в фейсбуке, мои подписчики стали комментировать, что они прогуливаются здесь довольно регулярно. Вечерами, днем, ни разу не видели, чтобы производился полив. Подрядная организация, которая посадила деревья, а затем обязалась за ними ухаживать в течение 2020 и 2021 года, график полива деревьев не скрывает. Полив, согласно муниципального контракта, неранее утвержденного графика полива с локальщиком, производится раз в неделю по субботам, в утреннее время. Экономически нам не выгодно, чтобы, не дай бог, что-то с ним случилось. В случае, если полив раз в неделю окажется недостаточным, директор компании пообещал участить график полива. При этом он ответил, что повторять сценарий совсем увядших туй и можжевельников на проезде Северный не собирается. А роль удержания влаги в земле выполняет кора липы. Ее крупные размеры смутили Владимира Беребина. Подрядчик же ответил, что кора соответствует размерам указанных тех заданий. Вероятно, выбрали покрупнее, чтобы древесина не разлеталась по улице. Сообщество журналистов все чаще обсуждает, что срывать сроки контрактов и не выполнять работу у подрядчиков последние годы вошло в норму. Я полагаю, что органы муниципальной власти напрасно отворачиваются, либо игнорируют вот такого мощного ресурса контроля за происходящим, как общественность. Чтобы усилить контроль, Беребин предложил поручить надзор общественному штабу народных контролеров. Валерия Шарова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. История жизни известных деятелей искусства, судьба которых связана с Оренбургом, теперь можно узнать в новой галерее на Советской, 27. В едином пространстве собраны вещи поэтов, писателей и политиков. Вот этот портрет Гарри Яковлевич сказал, вы там галерею делаете? Ну, мы когда записывали обращение, забирайте. Здесь зарисовки из мультфильмов, мультипликатора Гарри Бардина, фотопортрет Виктора Черномырдина, личные вещи поэта Юрия Энтина. Внимание уделили и персоне Юрия Гагарина. В целом галерея рассказывает о 30 деятелях культуры и искусства, которые в свое время побывали в Оренбурге и оставили память поколения. Название галереи, как отметили организаторы, символичное – «Наши люди». Выставка заработала благодаря выигранному благотворительным фондам «Евразия президентскому гранту». И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Частички тайн исполнителей этих слов Юрия Шатунова теперь содержатся здесь, в галерее. Это виниловые пластинки, кассеты и даже видео со старых выступлений. Предполагаю, что вряд ли профессиональные музейщики рядом с Майей Полянской или Яном Фрэнкелем разместили бы Юрия Шатунова. Но в этом есть тоже какой-то приятный диссонанс. Показать образ человека в истории Оренбурга, по словам Евгения Шевченко, и есть главная цель этой разношерстной выставки. Здесь нет более или менее значимых личностей. Фонд «Евразия» придерживается позиций делиться ценными экземплярами с другими музеями. «Фотографии с Юрием Энтином, которые мы нашли у него дома, мы подлинник этой фотографии, он перейдет, мы сегодня передадим в музей истории Оренбурга». Посетителей в галерее пока не так много, говорят работники. Однако уже сейчас действует особая система пропуска оренбуржцев. Кнопка на двери сигнализирует о том, что кто-то желает войти, а в залах работает видеонаблюдение. Экскурсоводов же нет. Как нет и ограничительных линий у экспонатов. К ним легко можно прикоснуться. Добавлю, что на протяжении года будут и видеоэкскурсии из галереи, которые опубликуют в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok